Уральские горы, разделяющие азиатскую и европейскую части, являются самыми древними в мире. С вами профессор Гуглов и мы начинаем. Поехали! Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, а то пропустите интересные ролики. А если ты хочешь выиграть тысячу рублей, как предыдущий подписчик, просто поставь лайк под этим видео, оставь комментарий и если он не наберет лайки, ты победитель. Китайцы не пьют молоко Не только китайцы, но большинство азиатов не могут пить молоко и вообще потреблять молочные продукты. Это называется непереносимостью лактозы. Почему у жителей этого региона она есть, а вот, например, у большинства европейцев ее нет? Чтобы объяснить это, придется начать с вопроса, знаете ли вы, что человек единственное млекопитающее, которое употребляет не только материнское молоко, и что все остальные млекопитающие после того, как их матери вскормят их молоком, в нем больше не нуждаются. Можно даже сказать, что у всех млекопитающих наблюдается непереносимость лактозы. Дело в том, что на заре жизни млекопитающего его организм вырабатывает особые ферменты, которые способствуют усвоению лактозы, но затем эта выработка прекращается. Примерно 12 тысяч лет назад в организме человека появились особые механизмы, благодаря которым лактоза стала усваиваться даже после окончания периода грудного вскармливания. И на то была очень веская причина. Просто люди, живущие вблизи экватора, получали достаточно солнечного света, необходимого для выработки витамина D, который помогает абсорбировать кальций из потребляемых продуктов. Европейцам же солнца не хватало, поэтому они нуждались в другом источнике этого витамина. В общем, получается, что наша любовь к молочным коктейлям – это результат эволюции. Голуби кивают головой, когда ходят, чтобы сфокусировать изображение. Важно отметить, что голуби кивают головой только когда ходят, и не когда во время полета или когда просто двигаются. Для чего они это делают? Давайте для начала разберем, как видим мир мы. Когда мы смотрим на мир, то наши глаза не показывают вам картинку окружающего мира, они лишь могут посылать ее в ваш мозг. И когда мы двигаемся, то картинка изначально получается размытая. Но человеческий глаз устроен так, что когда мы двигаемся, он слегка дергается, и таким образом картинка стабилизируется и получается четкой. Разумеется, всего этого процесса мы даже не замечаем. У голубей, по сути, все то же самое, только у них дергается не глаз, а шея. Полтора процента людей могут чувствовать боль, когда они видят, как кто-то испытывает ее. Никто не любит испытывать боль. В действительности боль – это защитная реакция, которая активируется мозгом. Когда что-то угрожает нам. Именно из-за того, что боль возникает по команде мозга, некоторые люди могут испытывать самую настоящую боль, когда они видят, что кому-то больно. Но тут есть два важных момента. Во-первых, такое встречается крайне редко. Только полтора процента людей способны к зеркальной синестезии. Во-вторых, он или она могут в таких случаях испытывать только ту боль, которую уже испытывали сами. Например, если у вас никогда не было переломов, то вы не сможете понять, какую боль испытывает сломавший ногу человек. И наоборот, если вы увидите, как кто-то порезался, то почувствуете то же самое. Когда пациенту пересаживают донорскую почку, его собственные почки остаются на прежнем месте. Пересадка почки – серьезная и очень трудная операция. Но удаление почки – не менее трудное задание. Здесь требуется много усилий, при этом риск развития осложнений очень велик. Поэтому, чтобы не подвергать пациента еще больше опасности, врачи его почки не трогают. Их удаляют только в том случае, если они представляют угрозу для организма. Например, когда в них возникает опухоль. В Сотландии живет пингвин, имеющий воинское звание. Нет, конечно. Это не означает, что пингвины отлично выполняют приказы. Просто в 1961 году норвежский лейтенант Милс Эгеллен побывал в Эдинбургском зоопарке. Его внимание там привлек один пингвин. Позже мужчина стал его опекать, а затем птица получила воинское звание. Теперь всякий раз, как король Норвегии посещает Шотландию, пингвина повышают в звании. Конечно, тот пингвин, с которым дружил Милс Эгеллен, уже давно умер. Так что теперь службу несет уже третья по счету птица, которую зовут Нильс Олаф Третий. Между прочим, 22 августа 2016 года Нильс стал бригадиром. В Швейцарии нельзя держать в качестве домашнего любимца только одну морскую свинку. Морские свинки очень общительные существа, и они не любят быть в одиночестве. Однако кот в качестве компании им не подойдет. Так что если вы захотите переехать в Швейцарию вместе со своим любимцем морской свинкой, вам нужно будет найти ему друга. Дело в том, что в этой стране действует закон, запрещающий оставлять морских свинок в одиночестве. Ученые полагают, что особи, живущие в одиночку, умирают раньше. Поэтому здесь и приняли такой закон. Но не забывайте, что эти милые создания крайне разборчивы в том, с кем они будут жить. Например, если вы купите для своего пожилого любимца молодого друга, то первый зверек будет очень недоволен чрезмерной активностью новичка. Впрочем, это все как у людей. У близнецов могут быть разные отцы. Этот феномен называется суперфекундация, то есть сверхоплодотворение. Дело в том, что сперматозоиды могут оставаться активными до 5 дней. Так что если женщина до нескольких дней до овуляции совершала половые акты с двумя разными мужчинами, существует вероятность, что два разных сперматозоида могут оплодотворить две разные яйцеклетки. Может показаться, что подобное случается очень редко, но на самом деле точных данных, как часто такое случается, нет. И это неудивительно. Кому хочется выносить ссоры из избы? Черт, надо было настроить цветность. Но доподлинно известно, что в мире есть по крайней мере 10 таких пар близнецов. В Японии обитают крабы, напоминающие своим видом злые человеческие лица. Хайкигани – это вид краба, в панцире которого напоминает злое лицо человека. Причем не обычье, а самое настоящее лицо самурая. Поправлюсь, лицо разгневанного самурая. Легенда гласит, что эти крабы – души умерших самураев, погибших в битве за трон. Голубоглазые люди появились гораздо позже изобретения керамики. Это может показаться неправдоподобным, но в действительности голубой цвет глаз появился только 6-10 тысяч лет назад в результате генетической мутации. А изначально все люди, без исключения, были кореглазами. Случилось это событие спустя 10-14 тысяч после появления керамики, которую предположительно изобрели в Китае около 20 тысяч лет назад. По крайней мере, таким возрастом датируются самые древние глиняные черепки. Порезы бумаги гораздо больнее, чем обычные порезы. Вы когда-нибудь замечали, что порезы бумаги гораздо больнее, чем все остальные? Объяснение очень простое. Порезы бумаги обычно не очень глубокие, поэтому крови выделяется крайне мало, либо ее нет вовсе. Из-за этого нервные окончания остаются открытыми, и их раздражает даже дуновение воздуха, тогда как обычные порезы как бы запечатываются запертшей кровью. Пчелы могут жалить друг друга. В мире пчел, как и в мире людей, тоже есть охранники. И когда какая-то посторонняя пчела пытается пробраться в улей, пчелы-охранники начинают выделять особые феромоны, привлекающие других пчел, которые и нападают на чужака. Определяют пчелы-охранники непрошенных гостей по запаху. У всех пчел он разный. Курица – ближайший потомок тираннозавра. Ученые исследовали кости тираннозавра и выяснили, что ближайшим его потомкам следует считать курицу. Как они пришли к такому выводу? Сравнили белки костей тираннозавра и курицы. Количество волос на теле влияет на уровень интеллекта. Один американский психолог доказал в своем исследовании, что количество волос на теле влияет на уровень интеллекта. То есть, чем больше волос на вашей груди, тем больше у вас шансов оказаться очень умным и сообразительным. Однако, по данным психологов, это касается только мужчин. Звучит, как хитрый план по оправданию нежелания мужчин бриться. А вы что думаете? Поделитесь со мной этим в комментариях. У женщин тоже есть кадык. Почему-то некоторые люди склонны думать, что только мужчины имеют кадык. На самом деле это не так. У женщин он тоже есть, однако не настолько заметный вследствие гораздо меньшего количества мужских гормонов в женском организме. А в Колумбии есть разноцветная река. Реку Каньо-Кристалис часто называют самой красивой рекой в мире. В период с июля по ноябрь река становится одновременно желтой, зеленой, синий, черной и красной. К красному, самому заметному цвету, река обязана редкому виду красных водяных растений. Другие же цвета ей придают камни, водоросли и песок. А вы знаете о других забавных фактах? Расскажите мне о них в комментариях. Поделитесь видео с друзьями, чтобы они узнали что-то новое. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это можно сделать очень просто, нажав прямо вот сюда. Прямо сюда жмешь, и ты подпишешься на канал. Все очень быстро и просто. А также ты можешь выбрать видео это или вот это. Это или это. Тебе решать.